При обсуждении новой кредитной программы с Международным валютным фондом необходимо, безусловно, учитывать интересы белорусского народа. Об этом сегодня на совещании заявил президент. Беларусь обсуждает возможность привлечения нового кредита МВФ в 3 миллиарда долларов на 10 лет. Миссия фонда буквально 1 октября завершила работу в Минске. У МВФ стандартная форма взаимодействия с любым государством при ведении переговоров о кредите и выдвигаемые требования тоже в целом одинаковые. Многие условия МВФ, значительное повышение тарифов ЖКХ при заморозке зарплат, идут вразрез с социально ориентированной политикой белорусского государства, подчеркнул Александр Лукашенко. Поэтому сотрудничество не должно привести к ухудшению положения граждан страны. Это суперлиберальное требование в конечном счете. Более скажу, в конечном счете они ничего не имеют с той политикой, которую декларировал президент в первых президентских выборах, возможно во вторых и даже сейчас. Это суперлиберальное требование, типа того, когда их прочитаешь, сводится к одному, если о социальных направлениях говорить, никакого повышения зарплаты, немедленное повышение тарифов и прочего. Хорошо, давайте посмотрим, а кто сможет заплатить по тем тарифам, которые нам сегодня навязываются с предупреждением, особенно чиновникам и прочим, не повышать зарплату. Читой точно так будет и в реальном секторе экономики. И не надо прятаться за формулировки «заработал твое». Нет. Вот скажите, государственный служащий, даже член правительства, что у него, он будет платить в конечном счете по ЖКУ, а что у него в кармане останется, если ему не повысить зарплату? Даже члену правительства. Давайте посмотрим, при такой политике в ЖКХ, кто заплатит, кто заплатит больше, чем сейчас? Кто? Рабочий? Нет. Крестьянин? Нет. Учитель? Нет. Врач? Нет. Госслужащий? Нет. Офицер? Нет. А кто? Ну, сто тысяч бизнесменов. Сто тысяч я беру. Ну, двести тысяч, а у нас пять миллионов почти работают еще. Да, хочется получить дешевых три миллиарда там или сколько кредитов. Я тоже за. Но цена в три миллиарда долларов совершенно неподъемная для нас и несправедливая по отношению к народу и перечеркивает всю политику, которую мы проводили до сих пор. Завтра делегация во главе с председателем Национального банка отправляется в Вашингтон для встречи с представителями Международного валютного фонда. При этом переговорная позиция Беларуси будет скорректирована с учетом итогов сегодняшнего совещания. Речь идет о программе расширенного финансирования со стороны Международного валютного фонда в поддержку тех действий и намерений, которые уже по большому счету предусмотрены в программе работы правительства на ближайшие пять лет. Учитывая, что целый ряд вопросов имеют чувствительный характер, нужно защитить социально уязвимые слои населения, переговорный процесс с Международным валютным фондом максимально учитывает все установки главы государства. Международный валютный фонд сегодня это 188 стран и глобальные цели поддержания стабильности валют, финансовое сотрудничество во имя общего развития. При принятии решений в организации действует принцип «больше голосов у того, чьи взносы весоми». Исходя из этого, наибольшее влияние в МВФ имеют доминирующие акционеры США и ЕС. За это, а также за шаблонность и выработку рекомендаций без учета региональной специфики МВФ часто критикуют.